Дорогие друзья, сегодня мы встретились с Нареком Арненовичем, и он нам расскажет, как он поборолся с бессонницей, с нашей помощью. Расскажите, как было плохо для начала. Вообще, не мог никак заснуть нормально, то есть я постоянно мучился в постели, то есть постоянно в телефоне зависал, то есть постоянно смотрел какие-то видео, потом какие-то делами занимался. То есть, в общем, все кроме сна. И получается, что сон растягивается, я там, не знаю, спал там до 12, и никак не мог заснуть и так далее. И не было такого чувства восстановления, то есть я никак не восстанавливался, то есть нервы тоже немножко, скажем так, начали подводить. Вот и, то есть не знаю, что с этим делать, я думал, не знал даже первой причины, то есть я не знал, из-за чего это. А подскажите, вот сколько в среднем в постели лежали, не будешь долго, спали, вот во сколько ложились, во сколько вставали? Долго, то есть я мог, допустим, там в час ложиться и там до 12 быть в постели до утра. Ну, то есть получается 11 часов пребывания в постели. А сколько вот до бессонницы вам хватало, чтобы выспаться? 7-8 часов где-то так вот, особенно во времена школы, а во времена института и вовсе там 6-6-30 где-то так. Ну, то есть получается, что если вам хватало раньше 7-8 часов, вы лежали на 3-4 часа больше в постели в попытках заснуть и безуспешных попытках. Ну, и я хотел сказать, что это как раз так называемое дезадаптивное поведение и мышление, когда у человека начинаются проблемы, он начинает в попытках заснуть дольше лежать. А чем он дольше лежит, тем еще хуже проблема с засыпанием и тем дольше человек не может заснуть. Это такой порочный круг. А более того, формируется такая условная отрицательная рефлексия вообще боязни не заснуть. То есть человек ложится, у него мысль, ой, я не заснул, правильно? Да. И не засыпаете. А следующее, если человек долго лежит в постели, сама постель начинает ассоциироваться с бессонницей и человек думает, что ой, сейчас постель, ой, вечер наступил. Кошмар, да? То есть я не чувствовал, что я восстановлюсь. То есть такого понимания не было. Я думаю, зачем вообще спать? То есть поэтому я занимался всякими своими делами. Все он заснул. А как с физической нагрузкой, кстати, у вас было такой бессонницей? Тоже хуже, если честно, не было даже желания и заниматься, потому что я не особо восстанавливался. Я думаю, что когда я занимался физическими нагрузками, мне было еще сложнее, во-первых, заниматься. И это как будто, скажем так, нервную систему еще больше расшатывало, как ни странно. Да, то есть и тем самым еще более порочный круг завязывался. То есть получается, что если раньше вы там занимались, то на фоне бессонницы и это ограничили еще? Да, да. То есть раньше как раз до бессонницы у меня были очень большие физические нагрузки и было все идеально со сном. Я как раз потихоньку начала бессонницей меня беспокоить и физические нагрузки тоже сократились. А вообще-то что привело у бессонницы? Жизнь наша такая, да? Да, ну я думаю, стрессы, да. Стрессы в основном связаны с бизнесом, с первым. Думаешь, как сделать что-то лучше и так далее, постоянно какие-то проблемы. Ну бизнес это такое, есть даже такое выражение, что растущий бизнес это как ехать на поезде на полной скорости и из этого поезда прокладывать самому себе рельсы. Ага, ты даже думать, куда же нету. Вот примерно такой бизнес, да? То есть там постоянно какие-то проблемы и постоянно сказывалось на сне. Вот и мне кажется, как раз стресс, очень большой стресс привел к бессоннице. А потом вы вроде бы говорили, что уже и с бизнесом все наладилось, а бессонница осталась. Вот, как раз с бизнесом у меня как раз тоже все наладилось, у меня еще и появился второй бизнес, просто идеальный для меня, то есть он полностью отвечает всем моим запросам. Но все вот эти переживания, они как будто остались. То есть проблемы ушли, бессонница осталась. То есть это вообще было непонятно. И сколько у вас вот этой бессонницы, где-то новость такая вот? Наверное лет пять, я думаю, даже больше. То есть где-то вот пять-семь где-то вот в таких районах. Ну а теперь перейдем к такой приятной части. Мы хотели вас лечить долго и упорно, шесть недель, да, в этой книжечке. Вы же ее тоже там посмотрели, почитали. Да, да. А расскажите, как быстро справились с бессонницей? Я справился на самом деле намного быстрее, причем то есть меньше, чем за шесть недель. Буквально вот ваши самые простейшие рекомендации, да, по ограничению сна, по такой гигиене сна, да, как вы называете. Самые простейшие вообще вещи, то есть сократить время пребывания в кровати за два часа до сна. Прекратить разного рода взаимодействия там с компьютером, с телефоном, вообще по работе и так далее. Внести какие-то небольшие физические нагрузки, да, с утра. В семь утра вставать, ну лично в моем случае у всех по-разному, да. Я лично в моем случае 12 засыпать, всем вставать. То есть 7 часов вы ограничили в постели, да. В моем случае это не так уж катастрофичное ограничивание. Даже мог, в принципе, даже чуть меньше делать, в принципе, я сейчас понимаю, что возможно даже можно меньше. И, ну с питанием тоже мне, на самом деле, тоже нужно, да, то есть у меня и лишний вес тоже присутствует. И в этом тоже сказали, питание тоже чуть скратил, вес, кстати, тоже меньше стал. И тем самым вот все эти факторы, они позволили очень быстро наладить сон. То есть буквально в первые, по-моему, три дня у меня была такая жуткая нехватка сна, что я понял, все. Я, кажется, все понял, все у меня будет нормально. Вы наконец поняли вообще, что такое реальный недостаток сна. Потому что когда человек вот долго лежит в постели, он говорит, ой, я садил днем. Но на самом деле он не садил. Он уставший и разбитый, но заснуть он не может. Просто все равно ночью поспал. А вот тут человек начинает ощущать истинный дефицит сна. И как же вы это переживаете? Так соскучился по этому сну, я так соскучился по этому ощущению. То есть мне сначала хотелось примерно в 9-10 вечера уже спать. Я прям уже готов был завалиться. Но вот сказать, что до 12 нельзя. То есть поэтому я держался там около стола, около кровати, ходил. Что я так и не делал. Они вожделенно на нее глядят. Я с часами говорю, черт возьми, как же время долго длиться. И потом все-таки, да, наконец-то отождался полуночи, лег. И прям вот я не успел до подушки долететь, уже заснул. Ну, то есть мне прям идеально было. И с утра, кстати, вставать сначала тоже было сложно. Буквально там пару первых дней. Потом уже все нормально. То есть в 7 утра встаю и уже иду ходить. Я ходил целый час со скоростью 6 км в час. Вот есть это была такая моя физическая нагрузка для меня небольшая. И все, вот все это в совокупности меня прям... Ну что, в общем, видите, практически мы вас вылечили только поведенческими мероприятиями. Да, никаких шаблеток, ничего. Ну, таблеток даже в боксе. Мы даже не дошли до каких-то там высоких когнитивных техник. Хотя тоже, наверное, для стабилизации состояния они хороши. Но у вас в этом смысле в плане лечения идеальная ситуация. У вас стресс уже закончился. Да. То есть у вас уже сама бессонница, как таковая, осталась на поле условных рефлексов, да? Если бы стресс в ходу был, там бы потяжелее немножко было. А так, да, вы уже практически здоровый человек. Так что... Спасибо вам большое. Очень большое вам спасибо. Я прям реально не знал, как с этим бороться. И прям очень быстро вылечить. Я сейчас понимаю, что меня прям жизнь другими красками зажила. И восстанавливался после спорта. Начал намного эффективнее. И сейчас уже начинаем какие-то... Больше, большие, большие цели ставить и по спорту тоже, да? Потому что раньше... Наверное, и в бизнесе тоже как-то горизонты расширились. Бизнес и горизонты вообще расширились. Даже об этом раньше подумать не мог, потому что не было желания делать что-то дальше. То есть и было такое нежелание, вообще ничего не хотелось. То есть сейчас прям, ну, все раскрылось. То есть весь потенциал можно полностью раскрыть во всем. Ну что ж, удачи, удачи, все нормально, работает, я люблю. Да, все, кто испытывает такие же проблемы, такую же нехватку, то есть бессонница и так далее, обязательно обращайтесь, обязательно проходите обследование. Да, то есть это позволит первопричинам вообще определить. Может у вас вообще храп, то есть разные причины. Я сначала, кстати, думал, что у меня тоже храп, прям без проблем. Но все оказалось по-другому. Поэтому пройти обследование как минимум точно стоит, чтобы это все узнать, и после этого уже лечение подобрать под себя. Ну что, удачи вам. Спасибо вам, и вам тоже.